Юрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Как возникла вообще идея создать фортепианный фестиваль Подмосковные вечера искусств? Была ли в нем необходимость? Ну, дело в том, что все получилось тогда, когда губернатором Московской области стал Шойгу. Это было не так давно, до Воробьева. И Андрей Шаров, который в это время исполнял обязанности премьер-министра, он большой очень любитель классической музыки. И мы с ним были знакомы уже давно. И я ему давно еще говорил о желании сделать в Московской области такой фестиваль. И когда вот так вот сложилось, что он стал премьер-министром, он говорит, ну давай вот, делай этот фестиваль. И, собственно, мы начали этот процесс и хотели очень большой фестиваль, не только фортепианный. Мы хотели фестиваль искусств вообще. Поэтому так называется Подмосковные вечера – искусств. Но это же все упирается в бюджет. Это же большие довольно вложения. Я ездил в Баден-Баден, я хотел пригласить на этот фестиваль Чичелю Бартеля. А Чичелю Бартеля является одной из самых великих певиц современности классических. Уровня, как там, Анне Требко, Рене Флеминг. А может быть и выше. А может быть и выше, кстати, да. Совершенно верно. Но это очень большие деньги, и, в общем, пока что масштаб фестиваля уменьшился вот до того объема, в котором он происходит сегодня. Но почему фортепианный фестиваль? Логично. Я пианист, я профессор фортепиана, преподаю рамами Гнесиных. Соответственно, естественно, пианисты мне по менталитету, что ли, они как бы понятны, близки. И мне легче организовать фестиваль фортепианной, мне лично, потому что я знаю в этом мире, наверное, очень, если не всех, то очень многих, не только в нашей стране, но и в мире. И очень многие выдающиеся музыканты, профессора консерватории, пианисты являются моими друзьями. И поэтому, естественно, такой фестиваль организовать мне было проще. И я очень рад, что он получился. В прошлом году был первый фестиваль, буклет этого фестиваля. И он прошел на таком высочайшем уровне. Я хочу сказать, что те 9 городов, которые принимали выдающихся пианистов и профессоров в Московской области, да, они вспоминали, в общем-то, с благодарностью эти концерты и мастер-классы. Ведь наши дети получили возможность бесплатно заниматься у них. И Министерство культуры Московской области, которое очень помогает в организации этого фестиваля, оно приняло решение продолжать этот фестиваль. И это для меня самое важное. И благодаря Министерству культуры Московской области у нас есть второй фестиваль, который более масштабен. Он уже, брошюрка толще, уже 13 городов. И, соответственно, больше артистов. Вот. Естественно, это большая организационная работа. Я езжу в эти города, я представляю этих музыкантов. Палитра очень широкая, да. Фестиваль начинается традиционно в Химках. Потом у нас много других городов. Черноголовка, Орехово-Зуево, Пушкино, Видное. В прошлом году была Коломна, в этом году будет Одинцово. Конечно же, Красногорск. Фестиваль закончится в Паловском посаде. Поэтому очень широкая география. А вот по какому принципу выбирается, в каком городе будут играть музыканты? В пресс-релизе было указано, что обязательное условие – это наличие хорошего рояля. Но я не думаю, что это единственное условие. Как-то города сами уступают? Ну, конечно, во-первых. Если в городе нет действительно достойного рояля, но как организовать концерт, если играть, в общем-то, не на чем? Поэтому, конечно, это условие должно быть. Должен быть инструмент хорошего качества, настроенный, безусловно. Зал с акустикой – это очень важный фактор, потому что если нет акустики, то очень трудно играть. Тогда надо микрофон какой-то. Это же не эстрадный фестиваль, понимаете? Здесь очень важен звук как таковой. Звук в своей естественности и в умении артиста показать свое владение этим звуком в акустике. Это своя специфика. И поэтому это важные условия. Ну, конечно же, желание самого города принять фестиваль. Вот, например, Электросталь, она очень сделала огромные в этом плане усилия, потому что в Электростале как раз нет достойного рояля. Так они, что они сделали? Они просто в аренду на один день взяли в Москве концертную «Ямаху», привезли его за их счет. Это довольно большие деньги. Привезли, на концерт поставили, потом увезли и сделали колоссальную рекламу. В итоге в зале было почти тысяча человек людей. Это был огромный, в общем, успех. Вот, поэтому, естественно, вот Андрей Юрьевич Мурашов, заместитель министра культуры, он сказал, что давайте тогда в Электростале открывать. В будущий год фестиваль, Электросталь такое проявило внимание к фестивалю. Вот, поэтому ряд этих факторов, он, конечно, главный. Но самое главное – желание людей услышать, артистов. Ну, бесплатный мастер-класс для юниоров, да, фортепьяного дела, это понятно, в чем бонус, да? А для самих профессоров, которые принимают участие в этом, для самих мастеров, опять же, что они получают, участвуя в этом фестивале? Вы знаете, я, являясь самым педагогом и концертирующим пианистом, я всегда лично, когда даю мастер-классы, всегда получаю что-то для себя. Как-то ни странно. Кажется, что вроде бы ты уже умеешь очень много, да, ты мастер, ты передаешь свои знания. Вот всегда двусторонняя связь, всегда. Да, то есть иногда, объясняя что-то, какую-то деталь или художественный образ произведения ребенку, ты находишь сам более ясные и более доступные пути для того, как это сделать максимально логично, коротко и понятно для окружающих, понимаете? И вот эта дорога, она все время как-то выравнивается, что ли, для педагога, я могу по себе сказать. Ну а потом вот эти музыканты, они, многие из них первый раз в России вообще, понимаете? Для них это очень интересно, приехать в Москву, в Подмосковье, посмотреть, к чем живет Россия. Понимаете, одно дело слышать в средствах массовой информации, что происходит в России. Они в основном говорят о политике, говорят об Украине, говорят о том, какие мы, так сказать, хорошие или плохие, да. А когда они сюда приезжают, они говорят, так у вас же лучше. Они говорят, а у вас лучше. Потому что вот у нас нет такого интереса публики, когда в музыкальной школе, да чтобы у вас был полный зал, да чтобы дети так слушали, чтобы вот муха не пролетит, понимаете? Когда играет сложная филармоническая программа, соната Бетховена, например, да, сложная, с фугой, четыре части. И дети слушают, не шелохнутся, понимаете? Вот. Они говорят, у нас такого нет, у нас музыкальная школа, во-первых, там, если придет 4-5 человек, и то хорошо, как бы. Мы же не можем заставить, да, прийти. Вот моя информация есть, а здесь у вас такой интерес. Они говорят, у вас еще искусство живо, у вас еще культура жива. Поэтому не берите с нас пример. Наоборот, это мы должны у вас учиться. То есть даже так? Да. И это позволяет найти в сложном, заполненном полностью графике время для того, чтобы приехать, и для того, чтобы дать бесплатный мастер-класс? Да, вы верите, никто не отказался, ни один гость. Хотя у них график расписан на год вперед точно. Вот все нашли время приехать на 2-3 дня в Москву. Я хочу сказать, что огромная благодарность, конечно, этим замечательным музыкантам. И в то же время мне приятно, что все-таки русская культура, русское искусство вызывает такой неподдельный интерес в Европе. И все эти люди, конечно, они очень любят наше искусство. Фортепиан искусство в России до сих пор остается номер один в мире. То есть наши музыканты, наши пианисты, они котируются так высоко, что диплом об окончании Московской консерватории или Российской академии музыки в Негнестях – это знак качества. Вы слышали, как играют красногорские пианисты, юные пианисты. Если учесть, что Леонель Моралес поругал наших ребят в хорошем смысле, что есть над чем работать, понятно, ребята еще учатся. Что вы можете сказать о качестве подготовки учеников? Я хочу сказать, что сейчас очень непростое время, в котором живут наши ученики. Вот представьте себе, есть какой-то план общей образовательной школы. Очень напряженный план, да, там очень много предметов, да. По этим предметам дети должны успевать, естественно. Они должны готовить математику, русский язык, литературу, историю, правильно? Вот, и есть еще музыкальная школа, да, которая как бы сверху этой школы. Мне, конечно, всегда обидно слышать, когда называется дополнительное образование, да. То есть, ну, может бы и быть, а может не быть. То есть, вот есть образование главное, а есть еще то, что его может дополнить, понимаете. И вот в таком положении сейчас живут музыкальные школы, как доп. образование, дополнительное образование. Да, вот. Гораздо приятнее слышать, например, такой термин – предпрофессиональное образование. То есть, образование, которое подготавливает к профессии. Это более точно. И дети, которые должны учиться 7 уроков в школе, потом еще делать домашние задания, у них остается не так много времени, во-первых, на то, чтобы делать еще музыкальные предметы. А у нас очень трудоемкая профессия. Она требует 4 часа минимума ежедневного труда. 4 часа минимум. Это довольно трудно так распределить график, чтобы каждый день без перерывов заниматься музыкой. А при этом, еще смотрите, родители отдают своих детей в музыкальную школу. И, как правило, не только в музыкальную школу. Они еще отдают своих детей учиться английскому языку, там, французскому языку и спортивную секцию. Совершенно верно. И получается, что вот так все понемножку добиться того, чтобы из ребенка вырос профессионал, практически невозможно, если он будет заниматься час времени в день. Невозможно. Поэтому вот так осуждать, что наши педагоги, они, так сказать, не очень хорошо подготовили детей, это совершенно неправильно. У нас прекрасные педагоги, прекрасные, которые вынуждены принимать те условия, в которых они сейчас работают. К сожалению, вот такая ситуация сложилась, да. И я всегда повторяю, что это вот те 28 панфиловцев, за которыми Москва, понимаете? И если вот сейчас они скажут, что нет, вот у нас слишком низкие зарплаты, что мы устали, что мы не можем вообще с детьми заниматься, то у нас страна рухнет. У нас рухнет страна, потому что некому будет делать из наших детей людей культурных, людей, понимающих искусство. Знаете, как говорят, human being, да, по-английски. Вот таких людей делать будет некому. Потому что вот именно эти, поэтому мы должны беречь, холить и лелеять педагогов, которые занимаются музыкой, которые занимаются творчеством с детьми. Понимаете? Потому что именно они взращивают внутри ребенка огонь просвещения, огонь духовности, понимаете? И именно они позволяют надеяться, что наша страна станет сильным, процветающим государством. — Насколько сейчас престижная профессия пианист? Мы слышим о топ-менеджерах, о нефтяниках, которые получают большие зарплаты. Пианисты не в их числе? — Пианисты не в их числе, но! Но я хочу сказать, что вы, наверное, знаете фамилию Дениса Мацуева, победителя Конхарчаковского. И вот Денис Мацуев зарабатывает гораздо больше, чем многие наши поп-звезды. Это правда. Это правда, потому что он очень востребован. И я хочу сказать, что если ты добиваешься вершины в своей профессии, то, конечно, вопроса, как тебя прокормить, не стоит. Не стоит, потому что это элитарная профессия в каком-то смысле. И она востребована, если ты высокий профессионал. Как и любой высокий профессионал в других областях, безусловно. Понимаете? А что касается в общем, как вы правильно заметили, сейчас ситуация резко изменилась в худшую сторону. В Советском Союзе профессия была очень престижная, профессия музыканта. Очень престижная. Людям давали квартиры, машины, отправляли за рубеж. И все это делало государство. Когда у нас сменился строй, и когда сейчас у нас капитализм, и получается, что человек должен сам выживать. Понимаете? Государство перестало заботиться о том, как бы идеологическая подоплека исчезла. Ведь идеологически в Советском Союзе была очень важная вещь. Культура являлась очень важной составляющей воспитания коммунистического духа. Понимаете? Именно культура. А сейчас, когда мы поняли, что нам не надо воспитывать коммунистически мыслящих людей, то получается, что и вроде как культура не нужна. Это же неправильно. Это неправильно. И сейчас мы пожинаем уже эти плоды. Мы уже понимаем, что сейчас дети стали меньше читать, дети стали меньше ходить на концерты, дети стали меньше... Они сейчас в основном играют в компьютерные игры. А это же отупляет, понимаете? Это не развивает, а отупляет. Что такое компьютерная игра, да? Это абсолютно пустое времяпровождение. Пустое. Оно... Сколько полезного можно было, ребенок был, сделать за то время, которое дети тратят на компьютерные игры. Почему так произошло? Произошло потому, что взрослые, значит, где-то пропустили этот момент, этой опасности, понимаете? Они подумали, что ну и так сойдет, да? Вот. И я хочу... Вот сейчас вышел фильм «Солнечный удар» Михалкова, да? И он очень глубокую мысль сказал на пресс-конференции, Михалков Никита Сергеевич, что вот на Украине воспитали поколение детей, которые... Которые, можно так сказать, они же дети. Вот эти они же дети устроили революцию сейчас на Майдане, понимаете? И вот мы можем, если мы сейчас не будем заниматься музыкой с детьми, понимаете, мы можем получить такое же поколение, они же детей. В числе организаторов общественное движение «Экология культуры». Мне очень нравится это название. Оно отсылает к знаменитым тезисам Лихачева. Нужно восстанавливать эту культуру? Она сейчас в упадке. Это, знаете, что такое духовный кризис? Вот, например, мы видим, да, что вот этот цвет голубой, да? А этот цвет, скажем, оранжевый, например, да? И мы понимаем, что не надо говорить, что это цвет зеленый, а это черный, да? Мы же все понимаем вроде бы как. А в культуре не так, вот, понимаете? Вот вы приходите на постановку. Допустим, вы пришли смотреть Евгения Онегина в театр, допустим, да? И вот там есть Онегин, там есть Ленский, Татьяна, да? Все знакомые сюжеты Пушкина, да? И вы начинаете видеть странные вещи в театре. Вы начинаете видеть, что у Онегина с Ленским какие-то неформальные, так скажем, отношения, да? Вот. Или еще хуже, любовь на сцене, понимаете? Вот. И ты начинаешь думать, что происходит вообще? Как можно так переворачивать классику, да? Он говорит, а вы ретроград, вы ничего не понимаете. Вы знаете, вы отстали вообще. Вообще вы не понимаете ничего в современном искусстве. Это новое прочтение, это новый взгляд, понимаете? Вот. И это сплошь и рядом сейчас происходит, да, в культуре. И получается, что люди, которые диктуют как бы моду, да, они, значит, прогрессивные, а люди, которые говорят, что это не искусство, они как бы вообще должны уйти, потому что они в этом ничего не понимают. Это неправильный подход. Всегда есть, понимаете, если колесо изобретено, то как вы не хотите вот сделать его квадратным, оно не будет лучше ехать, чем круглое колесо. Ну, не будет оно лучше ехать, понимаете? Вот. Поэтому после 1948 года, когда Жданов вмешался в культуру, было знаменитое постановление Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», и когда, в общем, попали в немилость Ахматова, да, и Прокофьев, Шестакович и так далее. Это известное постановление, оно как бы наделало много негатива, да, и с тех пор в культуру никто не вмешивался в нашей стране, да. То есть вроде бы хорошо, как хорошо, вот мы, так сказать, свобода, делай, что хочешь, да, но вы знаете, я прихожу к выводу, что всегда должна быть какая-то цензура, причем цензура внутренняя и цензура, потому что есть, понимаете, вот мы, имея такие средства массовой информации, как телевидение, да, как интернет, да, мы можем пропагандировать все, что хотим. Вот, например, кто-то скажет, что убивать хорошо, вот я хочу всех убить, а это новый взгляд в культуре, понимаете? Но это же понимает, что человек ненормальный, а где эта грань, чтобы определить, что можно пропагандировать, а что нельзя пропагандировать, понимаете? И это обязательно должен быть такой комитет, который понимает, что это можно на экране показывать, а это нельзя, что порнографию нельзя показывать на экране, что убийство и насилие нельзя показывать на экране, а иначе, понимаете, мы потеряем наших детей, что и происходит. Нет, я немножко с вами не соглашусь, вы говорите о цензуре, если вмешиваться и говорить, что художнику писать, а что не писать, это совсем другое, опять же, смотря как прочитать задумку автора, опять же, знаменитый спектакль Виктюка, с которого началась буквально карьера служанки, у него четыре мужчины танцуют в юбках, это же не манифест гомосексуализма. Нет, безусловно. И причем, чтобы после просмотра оставалась пустота какая-то внутри, это уже злой умысел, понимаете? И поэтому я хочу сказать, что это тонкая материя, понимаете? Поэтому очень легко здесь манипулировать сознанием, потому что вроде бы скажет, не вмешивайтесь, вы нарушаете художника, его замыслы. Вот, поэтому, когда я сказал слово цензура, я не в том смысле сказал цензуре, что запретить, понимаете? А в том смысле, чтобы отделить зерна от плевел, отделить то, что нельзя показывать, от того, что можно показывать. Вот и все. А как это сделать? Это уже действительно, наверное, общество должно собираться и обсуждать, как достигнуть того консенсуса. Давайте вернемся к фортепианному искусству. Если говорить о слушателях, потому что сейчас, поскольку прогресс шагает семимильными шагами, мы видим, что любой огромный оркестр из нескольких десятков человек может заменить один маленький гаджет, на котором можно сыграть с тем же успехом, может быть, по качеству звука. Звук там даже не будет отставать. Есть ли слушатели у классического фортепиано, у классического рояля? Конечно. Слушатели есть, именно потому что уже люди устали от гаджетов, понимаете? Уже устали, потому что гаджет, во-первых, никогда не заменит звучание симфонического оркеста, никогда в жизни. Никогда вот то впечатление, которое вы получите в концертном зале, когда вы сидите, да, огромная сцена, сидит 80 музыкантов, да, вы получаете звуковую информацию, да, со всех сторон, как бы, да, никогда не заменит, вот, так сказать, планшет, который, извините меня, ну, просто не передаст даже масштаб звуков в том же объеме, понимаете? Как? Он может только, вы можете получить представление об этой музыке, да, что вот, да, вот здесь вот звучит такая-то нота, здесь такая-то нота звучит. Но, так сказать, понять, почему люди восхищаются тем или иным произведением, почему они, почему симфония Чайковского, шестая или пятая или четвертая, да, почему это такие великие произведения, и вот что там остается, это можно понять только, когда вы пришли, послушали живой концерт с живым оркестром, да, встали из зала, да, и ушли с каким-то чувством. Поэтому слушатели есть, и вот концерты этого фестиваля тому подтверждение, зал это полный. Ну, может быть, это специалисты, профессионалы, учителя музыки, ученики, которые в музыкальных школах учатся, но вот простой слушатель ходит на музыкальные концерты? Простой слушатель ходит на музыкальные концерты, и наша задача, да, она еще и просветительская, еще и, то есть, просвещать, когда, вот, французское просвещение было, Вольтер Руссо, да, вот, они просвещали, да, просвещали кого? Они просвещали жителей, они просвещали народ, вот, так и мы, вот, что такое поездка, например, по музыкальным школам Подмосковья? Вот смотрите, например, Орехово-Зуево, 120 километров от Москвы, Дубна, 120 километров от Москвы, Павловский Посад, Электросталь, довольно, в общем-то, для того, чтобы людям из этих городов приехать, ну, Красногорск выгодно отличается, потому что Красногорск почти Москва, понимаете, вы через 15 минут, вы уже в метро, вот, а эти города далекие, и им надо сесть на электричку, ехать 3 часа в Москву, да, и как-то, знаете, закон инертности таков, что люди редко выбираются в Москву, вот, а тут мы, получается, привозим таких выдающихся артистов, вот, к вам, практически домой, да, и, конечно, залы полные, и, конечно, вот, это еще лишнее подтверждение тому, что этот фестиваль очень нужен, очень нужен, потому что никто не делает этого, все фестивали организуют в Москве, в Москве, то есть, ну, пожалуйста, чего-то там потратить 2-3 часа времени, приехай, послушай, уезжай к себе, да, ну, конечно, Москва столица нашей Родины, но, может быть, изюминка этого фестиваля как раз и заключается в том, что, чтобы великих артистов привезти не в большой зал концерта, не в большой театр, да, а в эту музыкальную школу или в этот дом культуры, и залы полные. То есть, децентрализация такая. Да, децентрализация – вещь очень хорошая. 31 октября в Краснокорской музыкальной школе вы нам обещаете очередной концерт, будет Дориан Лильяк, он и сыграет, и проведет мастер-класс. Будет так же интересно, как на мастер-классе Моралеса? Будет очень интересно, и, естественно, это будет по-другому интересно, потому что сказать, что это будет так же интересно, как вот… Нет, это будет по-другому интересно, потому что каждый педагог имеет свое видение того, как достигнуть того или иного результата. То есть, допустим, мы все хотим, чтобы дети играли хорошо на фортепиано, да, но как этого достигнуть, каждый педагог предлагает свой путь, свой путь. Кто-то начинает с ним работать через музыкальный образ, понимаете, представьте себе вот солнечную поляну, вот здесь, так сказать, зайчик прыгает, да и так далее. А кто-то может сказать, вы знаете, вот у тебя тут пальчик прогибается, вот укрепи пальчик, так сказать, сделай такое-то движение, и мы получим вам ту же поляну, как бы, да, солнечную, но уже другим путем, другим путем, поэтому каждый педагог имеет свое видение. Но цель одна – научить, так сказать, детей прекрасному. Но и в этом-то интересно, понимаете, когда мы соприкасаемся с французской школой, с английской школой, с испанской школой, с итальянской, да, мы видим, в чем за разница между русской школой и в чем схожесть. Это очень интересно, поэтому это, конечно, интересно профессионалам, это интересно любителям музыки, но в конечном итоге это интересно всем. То есть это еще и обмен опытом, да? Безусловно. Спасибо вам большое. Напомню, в гостях у нас был Юрий Александрович Богданов, художественный руководитель фестиваля, профессор Академии имени Гнесиных. Спасибо, Настя. Такими событиями запомнилась минувшая неделя. С вами была Анастасия Евставьева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова